Привет, просветители! Поздравляю! Похоже, это время опять наступило. Время платить налоги. Павел, вы такой юморист, боже-боже, продолжайте. Минимум один раз в год наши политики и им сочувствующие просыпаются с мыслью. Пора защищать русский язык! Ну и параллельно оградить население от всего западного. Просто, в отличие от детей чиновников, у нас с вами нет врожденной защиты от западной скверны. Минус 10 интеллект и минус 40 к удаче. Вот и июнь прошел под лозунгом «Он нам и нафиг не нужен». Ну, английский язык и все, что с ним связано. Мне кажется, что видос этой бабули можно вообще вместо всех новостей вставлять. Разницы никакой, а психика целее будет. Вот уже несколько месяцев среди тех, кто находится у государственной кормушки, проходит конкурс на самое бредовое предложение. Импортозамещение в действии. У нас теперь нет Евровидения, зато местные чиновники отжигают. И их можно понять. Люди просто боятся потерять теплое местечко. И в ситуации, когда кровь из носа нужно доказать, что я свой, параноидальный бред, приправленный патриотизмом, то, что доктор прописал. Вот услышат наверху то, что я предлагаю, и сразу поймут, что я патриот. Вау, у него от патриотизма аж крышу снесло. Таких ребят нужно держать поближе. А как доказать, что ты настоящий патриот, а не какая-нибудь там подделка? Правильно. Как можно больше говорить о русском языке. Ну или английском. Просто понимаете, патриотизм бывает двух видов. У нас все замечательно. Это первый. И второй. У них все плохо. А что здесь у нас? Да какая, в общем-то, разница? Вы лучше на Госдолг США посмотрите. Слава России. Поэтому в первую категорию отлично попадают крики о чистоте русского языка. Я вам тут в клювике новый словарь из Крыма принес. А во вторую страшные рассказы у костра о западных ценностях и бесполезности иностранных языков. С каждым днем мир вокруг нас становится все более и более технологичным. Мы используем десятки приложений, заказываем еду не выходя из дома, привыкли не доставать наличные в такси. Можно же оплатить онлайн. Так что неудивительно, что спрос на IT специалистов растет. Проблема в том, что фундаментальное высшее образование в сфере IT раньше мало кто мог предложить. Но теперь этой проблемы больше нет. Лучший технический вуз страны МФТИ объединился со Skill Factory и создал онлайн-магистратуру по направлению управления IT-продуктом. Что будете делать после выпуска? Придумывать и создавать стартапы, которые меняют мир, еще более удобные приложения или решения, которые сделают наши жизни комфортнее. Курс рассчитан на обучение с нуля, но для поступления вам необходимо любое высшее образование. Это же магистратура как-никак. При этом вы получите всю технологичность онлайн-образования. Учиться можно из любой точки мира. И фундаментальность высшего образования. Диплом гособразца, отсрочка от армии, работодатели отрывают с руками и ногами. Ну и зарплата, естественно, соответствующая. В России 140-180 тысяч, за рубежом от 7 тысяч долларов. Заинтересовал? Тогда переходите по ссылке в описании и подавайте заявку в онлайн-магистратуру. Начнем, пожалуй, сразу же с главной трешанины, чтобы задать некий тон всему ролику. Оставь надежду всяк сюда входящий. Наверняка вы тоже задумывались о бесполезности некоторых школьных предметов. Кому-то не нужна физика, другой на геометрии скучает, третий все никак понять не может, а зачем вообще существует биология. А потом покупает курс у Кати Тхи. Но добавляли ли вы к этим размышлениям горсточку патриотизма? Нет? А вот глава Крымского парламента Владимир Константинов решил горсточкой не ограничиваться. Потому что зачем? Так же в новости не попадешь. Языки – спорный вопрос для меня. Очень спорный. Зачем нам слепо идти по пути английского языка? Зачем учить то, что не надо, если человек не поедет никогда в Лондон? Тут, конечно, спорный вопрос. Кто знает, как жизнь повернется? Я вот тоже, когда работал в школе, не мог предположить, что когда-нибудь буду на Мальдивах отдыхать. Да и на английском не только в Лондоне общаются. У нас вон новый практически лучший друг Индия. И Константинов предлагает, на каком языке с индийцами общаться? На хинди? Ну и если так рассуждать, то скорее историю не стоит изучать. В Англию-то тебя судьба еще может закинуть. А вот в прошлое – вряд ли. Сразу же ощущаешь эту интеллектуальную подкованность. Английский у нас нужен только для поездок в Лондон. У меня так ученики в пятом классе рассуждали. О том, что английский – это язык международного общения и язык науки, Константинов, наверное, не знает. Хотя, с другой стороны, зачем нам исследование западных ученых? Тут, конечно, соглашусь. Тупое исследование за чужой цивилизацией опасно. Мы делаем ребенка заложником. Он будет говорить, что я знаю английский, и мне интересно, какая она – Англия? Кошмар! Как жить-то теперь? Министерство просвещения делает из наших детей заложников. Какая она – Англия? Повторю свое предложение. Давайте уже избавимся от истории в школах. Ну, от истории мира, не России. Сначала в пятом классе ты изучаешь историю Древнего Египта, а потом уже во взрослом возрасте отправляешься к пирамидам, вместо того, чтобы потратить те же самые деньги на курортах Краснодарского края. Ну, как те же? Больше и значительно. Стоит запретить уроки физкультуры, на них детей научат бегать. Что? Перебежчиков готовим? Ну и, естественно, географию. Школьники узнают, в какую сторону бежать. Давайте изучать свои языки, развивать свои языки. Англичане воюют с нами тысячу лет, а мы продолжаем их изучать, тратим деньги на учителей, тратим время, а потом на историю времени не хватает. Да, нехватка времени на историю – это, конечно, главная беда. Вы же и все помните ту кровопролитную войну между Англией и Руссией в 11 веке? Нет? Наверное, все часы на английский потратили. У меня в школе не было учителя английского. Я вырос без английского языка и не считаю себя ущербным. Когда стал вопрос по бизнесу об изучении английского языка для ведения переговоров, я его за два года выучил. Мне надо было, я сам его выучил. Тогда, может быть, реально ограничимся церковно-приходской школой? Писать, читать, считать научился? Отлично. Одна в роддом, второй в армию. А если понадобится история, то человек сам за два года выучит. А вообще, естественно, стоит признать, что предметы, которые позволяют молодежи общаться с представителями других стран, предатели, чувствовать себя свободно в мире, предатели, и не быть привязанным к одной стране, предатели, нужно срочно исключить из школьной программы. Ну и мне еще стало очень интересно. А каких предметов еще не было в школе Владимира Константинова? Про английский мы уже знаем. А может быть, там еще парочки ключевых предметов не доставало. Мне очень неприятно это говорить, но некоторые старшеклассники, безусловно, плохие старшеклассники, и вообще они не наши, мы их уже две недели как отчислили, мечтают учиться за границей, совершенно не понимая, какому риску они себя подвергают. А вот Владимир Бублик понимает. При этом не абы какой Бублик, а ректор Уральского государственного юридического университета. Бублик несказанно рад, что наша страна наконец-то вышла из баллонской системы, ведь теперь у молодежи есть шанс стать нормальными людьми. Главное, что наши дети получат возможность расти нормальными людьми, нормальными гражданами, потому что в рамках российского православия, в рамках ислама, в рамках наших естественных ценностей, мы гарантируем нормальное развитие наших детей. Родители заинтересованы в том, чтобы вырастить детей нормальными. Я уже устал напоминать, что в нашей стране живут не только религиозные люди. Хотя, о чем это я? Тут вот патриарх предложил изучать основы православия каждому школьнику. Все равно возвращаются ребята, которые буквально подверглись той идеологии. И в сексуальном плане, и в плане либеральных ценностей. Это другие люди. Россия и исламские страны остались, может быть, тем немногим местом, где люди растут нормальными, без этих самых. Вы понимаете, о чем я говорю? Нет, не понимаю. Я в 21 веке живу. Мы будем бороться за наших детей. Мы не отдадим их туда, в эту европейскую клаку, которая существует и притягивает нас. Наши руководители говорят об этом, а мы не стесняемся и говорим, да, мы будем противостоять этому, и не отдадим наших детей. Вот еще буквально ложечку пафоса, и любое хлебобулочное изделие буквально взорвалось бы. Ну а после этой тирады с противостоим и не отдадим, приключилось то, что я люблю называть «Вы не понимаете, это другое». Дочь Бублика будет учиться в Европе. Вот скажу честно, радуют меня подобные самоотверженные государственные мужи. Они собственных детей готовы впасть в врага бросить, но наших ни за что. Кто-нибудь выпишите Бублику премию. Пока маленький Бублик в самом центре европейской клоаки будет вести подрывную деятельность, вы и ваши дети могут спать в Воронеже спокойно. Все скажем спасибо Бублику. Она планирует искусством заниматься, поэтому поедет в европейские вузы, где искусство и архитектура. Мужчина, вы тут, по-моему, лицемерие обронили. А вот вас тоже раздражают эти ужасные заимствования в русском языке. Меня вот аж передергивает. Как услышу, школа, метро, сахар, тарелка, кукла, кровать. Еле сдерживаюсь. Останавливает только то, что боюсь, что гены порвутся. Похоже, Мария Шукшина разделяет мои чувства, потому что она очень обрадовалась, что в Крыму появилась инициатива о замене и запрете иностранных слов. Кстати, благодарить опять нужно Константинова. Герой дня не иначе. Но Мария слегка поторопилась. Запрещать еще не планируют. Пока что. Интересно, а известная актриса и патриотка понимает, что ее имя не особо русское? Точнее так, совсем не русское. А, простите, это другое. Вот и подписчики Марии в этом уверены. Отличная идея, давно пора. Русский язык богатый язык, и все иностранное неуместно. Вся пропаганда иностранщины срочно за борт. Мы русские. Ни в одной стране нет такого засилия иностранщины, как в нашей. И делается это сознательно, чтобы стереть и уничтожить все русское. Нет заимствованным словам недружественных стран в России. А теперь, дружок, любитель русского языка, давай-ка еще раз то же самое, но без заимствований. Никаких бортов, страна, пропаганда. А, опять же, это другое. Власти Крыма подготовили словарь по замещению иностранных слов, заимствованных из английского языка русскими вариантами. В Телеграме мы с подписчиками уже восхищались этим замечательным словарем. Подписывайся, чтобы восхищаться вместе с нами. Че как неродной. Слово чарт авторы предлагают заменить хит-парадом. Чем одно английское слово лучше другого, историка, говорится, умалчивает. От использования слова лобби нужно срочно отказаться, ведь есть отличные русские, холл и вестибюль. Возможно, вам эти предложения могут показаться странными. А вы точно лингвист? Но с другой стороны, когда в Государственной Думе предлагают запретить использовать иностранные надписи на улице российских городов, вкусно и точка. Но при этом вся страна украшена двумя латинскими буквами. Вопросы к авторам словаря отпадают как-то сами собой. Друзья, если вы хотите поддержать меня, обязательно поставьте лайк этому видео. Кроме того, не забывайте подписываться на мой Телеграм. А я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.